Памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине Чернобыльской аварии, прошло и в городском Доме культуры. На ликвидацию Чернобыльской аварии побывало более 650 тысяч человек. Кубанский отряд был одним из самых крупных – около 12 тысяч. Из них – 238 славянцев. Я благодарю всех ликвидаторов в вашем лице, которые принимали именно участие в ликвидации этой аварии. Многих уже, я знаю, и друзья мои, которые тоже принимали участие в ликвидации, уже многих нет. Я приношу искренние соболезнования родственникам, которые именно потеряли своих близких в ликвидации этой аварии. И мне хочется, чтобы вам сказать, чтобы действительно такой аварии больше не было. Председатель Славянской районной организации «Союза Чернобыль» Василий Боровиков в зоне Чернобыльской аварии прослужил около пяти месяцев. Это было трудное время не только физически. Приходилось много работать, но и морально. Пустой город, брошенные села и невидимая смертельная радиация вокруг. Давайте вспомним станцию, где ребята работали. Минуты. У нас есть такие, кто на крыше сгребали радиацию. Там работали секунды. Вспомним город опустошел. Пустой город загорожен, где видно, что все брошено в спешке. Конечно, когда видишь то, что ожидаешь видеть, оно не так остро воспринимается. Но тем не менее, конечно, картина очень даже страшная, можно так сказать. От нашего района было 230, по моим данным, 237. Ну, это не важно. Из них же на сегодня 136 недожили до сегодняшнего дня. Так что я вас попрошу посетить минуты молчания в память об ушедшем нашей полиции. В знак памятной даты были учреждены медали. Юбилейные награды ликвидаторам аварии вручили глава города Александр Берсенев и председатель Славянской районной организации «Союза Чернобыль» Василий Боровиков. Гамыч Василий Иванович. Гамыч. Белкин Сергей Евгеньевич. Завершилось торжественное мероприятие концертной программой, которую подготовили артисты городского Дома культуры. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События». Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «Союза Чернобыль» Артем Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «Союза Чернобыль»